В этом выпуске программы Депутатский Вестник. Решать проблемы сообща. В день местного самоуправления Фокина собрались главы и депутаты городов и районов. Новая квартира ко Дню Победы. Участники Великой Отечественной вне очереди получат право на жилищный сертификат. Поездки в Китай на своем авто – перспектива ближайшего будущего. Об этом и не только в программе Депутатский Вестник. Участники-инвалиды Великой Отечественной уже ко Дню Победы смогут получить новое жилье. Для того, чтобы обеспечить их квартирами в первую очередь, депутаты внесли изменения в краевой закон. Мы сейчас говорим конкретно о тех, кто принимал участие в боевых действиях. Вот это категория, которая в первоочередном порядке обеспечится жильем. Все остальные будут в порядке очереди получатся жилье в основном правительственном сроке. Есть желание все-таки выполнить свой гражданский долг и тем ветеранам, которые положено жилье в рамках федерального закона, предоставить его вовремя, именно до Дня Победы. В списке очередников на получение жилья сейчас 30 участников и инвалидов войны. Федеральных средств хватило только для 22. Чтобы обеспечить жильем всех к юбилею Победы, недостающие 13,5 миллионов рублей решено выделить из резервного фонда Приморского края. Но губернатор принял решение выделить дополнительно деньги краевого бюджета. Участники Великой Отечественной войны наряду с инвалидами первой группы будут обеспечиваться жильем во внеочередном порядке. Депутаты приняли поправки в закон сразу в трех чтениях. Уже в ближайшее время специалисты начнут подбор жилья. Долгожданные свидетельства участники войны получат накануне Дня Победы. При этом срок действия сертификатов увеличили до одного года. Главы и депутаты большинства территорий края вновь собрались вместе. Основная тема встречи – взаимодействие муниципальных образований с краевым парламентом. Вопросов для обсуждения много. Последние новшества в законодательстве – реализация указа президента, реформа местного самоуправления. Все это требует совместной работы депутатов всех уровней. И, конечно, многое упирается в финансы. Я считаю, необходимо еще и также более широко обсуждать главный закон, финансовый закон Приморского края. Это бюджет Приморского края до его принятия. Чтобы на территориях более детально его могли изучить, могли высказать свои замечания и пожелания. Чтобы выстраивать взаимоотношения между законодательным собранием, который формирует бюджет, принимает его, корректирует, контролирует, и муниципалитетами. Вот это самое главное. Пополнение местных бюджетов за счет развития малого и среднего предпринимательства, по мнению краевых депутатов, на этом муниципалитетам необходимо сконцентрировать усилия, а законодательную поддержку они оказать готовы. Жители Приморского на этом настроены. Нужно действительно снимать ограничения и барьеры административно. Нужно заниматься вопросами разрешения и помощи предпринимателям. Только тогда будет наполняемость бюджета. Площадкой для встречи представителей власти в день местного самоуправления стал город Фокина. И для этого есть причины. Мы помним город Фокина, город страстей политических. И для нас важно было посмотреть, как будет выглядеть город в условиях нормальной работы. Я считаю, что они неплохо поработали по проблеме детских садов. Они сделали два хороших детских сада. Вот решает целый ряд других проблем в городе. И поэтому мы посчитали, уважительно будет по отношению к городу Фокина сказать им спасибо за работу. Как отметил глава городского округа Фокина Сергей Терентьев, в зато реализуется программа социально-экономического развития. Выделено около 80 участков многодетным семьям и порядка 70 молодым. Но пока оперативно решать земельные вопросы и реализовывать проекты удается не всегда. Значимая часть территории находится в ведомстве Министерства обороны. Итог встречи – рекомендации к работе законодателей и местных властей. Например, совместно обсуждать наиболее важные законопроекты. Практика нулевых чтений в Приморье уже есть. Пока действующие депутаты говорили о взрослых проблемах, молодежные парламентарии делились опытом и представляли свои проекты. О самых интересных из них мы расскажем в одном из следующих выпусков программы. Реализация совместных проектов, создание предприятий и развитие туристического обмена. Краевые парламентарии встретились с делегацией из китайского города Суйфунхэ на еженедельной депутатской планёрке. «Мы хотим представить проект «Один пояс, один путь». И мы считаем, что если российская сторона присоединится к нам, это окажет положительное влияние на весь Дальний Восток России. Перед нашими странами откроются новые возможности. И я уверен, мы сможем добиться хороших результатов». Китайская сторона заметила интерес российского правительства к Дальнему Востоку. За последние годы на территории Приморья реализовано множество амбициозных проектов. Развивается инфраструктура, привлекаются инвестиции, открываются инновационные предприятия. «Сейчас ситуация такова, что мы готовы, органы власти, общественное мнение сформировалось таким образом, что мы готовы рассматривать несколько более свободные режимы, более, я бы сказал, самостоятельное принятие решений. Я надеюсь, что сейчас с активным участием полпреда Трутнева нам удастся сдвинуть это с места и эти предложения просто ко времени». Ещё одна важная тема для обеих стран – возможность пересечения границы между Китаем и Россией для туристов на личных автомобилях. Стороны договорились ускорить этот процесс. «Это не в нашей компетенции, но это компетенция федеральных властей. Я думаю, что все вместе с нашими китайскими коллегами, с представителями законодательной и исполнительной власти провинции Холунзиан мы этого добьёмся». Говорили и о реконструкции пунктов пропуска. Как отметили приморские парламентарии, этот процесс необходимо ускорить. Ситуация в сфере образования в центре внимания депутатов Комитета по социальной политике. Из разных районов в Крайвой парламент поступает информация об оптимизации числа работников в школах. Как разъяснили в профильном департаменте, это связано с исполнением так называемой дорожной карты, планом по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Есть норматив, по нему и определяют количество сотрудников. Но независимо от размера школы и количества учеников, он везде одинаков. «Соответственно, возникает вопрос. С одной стороны, у нас есть некомплект учителей в школах. Вы сами слышали, 421 человек. Нам в школах не хватает. Тут же мы берём, сокращаем. А завтра наши дети придут в школу, а их учить будет некому. Поэтому мы и говорим, что нельзя подходить, знаете, с таким сосредненным нормативом, мерить среднюю температуру по больнице». «Я считаю, что он должен учитывать специфику муниципального образования. Это сельская территория, то норматив уже меньше. То есть он сегодня уже 14, то есть меньше краевого. Есть у нас закон по малокомплектным школам, которые обеспечивают ещё и снижение этого норматива. К сожалению, департаменту не была разработана такая методика, которая позволяла учитывать особенности каждой территории». «Объективно, что есть сельские территории, есть недополняемость по дошкольным учреждениям, по школьным учреждениям. Мы со следующего социального комитета планируем внести предложение по понятию малокомплектный детский сад для того, чтобы эту ситуацию регулировать». По решению комитета к 15 мая специалисты должны предоставить все расчёты, по которым уточнят нормативы определения численности работников с учётом особенностей муниципальных образований. В обсуждении примут участие экспертные советы профсоюзы, а до окончательного решения департаменту предложено ввести мораторий на сокращение учителей. «Я же не зря сказал, что американские учёные, которые занимаются вооружением, они говорят, что сила русских не вооружение, а сила русских в образовании. Так давайте будем работать на это образование». Между тем, в крае продолжает сохраняться дефицит работников образования. Наиболее востребованы учителя начальных классов, математики, русского и иностранных языков. Как отметили в профильном департаменте, в крае идёт работа по привлечению молодых специалистов. С начала учебного года в приморские школы пришли около 200 педагогов. Полиция будет составлять протоколы об административных правонарушениях. Сейчас это обязанность специальных административных комиссий. Депутаты краевого парламента уверены – нововведение позволит улучшить ситуацию с охраной общественного порядка. «Получили от муниципальных образований целый шквал обращений, что это сегодня становится проблемой, потому что ни у кого нет полномочий эти вопросы на себя взять, составлять протоколы, привлекать этих людей к административной ответственности, нарушителей общественного порядка. И вот поэтому сейчас решено внести такую поправку». Чтобы полицейские смогли выписывать протоколы об административных правонарушениях, одного закона мало. Необходимо специальное соглашение между администрацией Приморского края и Министерством внутренних дел. Документ готов и находится на согласовании. С введением новых норм ужесточится контроль за исполнением ряда законов о продаже энергетических напитков несовершеннолетним, закона о курении и распитии спиртных напитков в общественных местах. Экономическое развитие и инновационная экономика. Изменения в эту программу обсудили на заседании профильного комитета. Цель – повысить её эффективность. Теперь следить за ходом реализации программы будут с помощью специальной системы мониторинга. Всё, что запланировано, специалисты отразят в так называемых контрольных событиях. Это основные мероприятия. Их в этом году – 145. Сама программа работает в Край с 2013 года и уже показала первые результаты. Есть увеличение количества малого бизнеса, есть увеличение суммы господдержки на каждое предприятие малого бизнеса, есть увеличение доли малого бизнеса в РП. Поэтому я считаю, что программа достаточно хорошо работает. Другое дело, что есть вопросы по оценке эффективности. Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» рассчитана до 2017 года. Финансовая поддержка предприятий малого и среднего бизнеса, устранение административных барьеров и помощь в реализации инвестиционных проектов – её главные задачи. Заграничные активы депутатов проверят. Профильный комитет законодательного собрания рассмотрел поправки в закон Приморского края о статусе депутатов. Он разработан в соответствии с указом президента о противодействии коррупции. Избавиться от иностранных активов парламентариям необходимо было ещё в 2013 году. Если по каким-то причинам это не было сделано в срок, депутат должен обратиться в комиссию, которая и будет разбираться в каждом отдельном случае. Депутаты – государственные люди, и они должны подчиняться российскому законодательству. В целом это законодательство носит антикоррупционный характер, и принятие таких изменений и дополнений способствует выполнению антикоррупционного законодательства. Они вновь пришли учиться, чтобы эффективно помогать. Семинар учёбы для помощников депутатов на этот раз посвящена земельному законодательству. Оно меняется так часто, что уследить за всеми нюансами непросто даже специалистам. Только в этом году внесены изменения в целый ряд законов. Они касаются индивидуального жилищного строительства, правил предоставления земельных участков. Каждый частный вопрос, который может возникать, даже в земельном городе на него можно не найти ответ. Обо всех нюансах участникам семинара рассказали специалисты аппарата Краевого парламента, представители Краевых департаментов, те, кто непосредственно изучает вопрос. Мы учёбопомощник проводим ежегодно, два раза в год. И тема земельная, она очень важна, потому что законодательство земельное меняется часто, и очень много возникает вопросов, поэтому мы решили собрать помощников депутатов, чтобы они в дальнейшем оказывали нам содействие в этом, сказать, очень важном и сложном вопросе. Помощники напрямую работают с обращениями граждан. Отмечают, в последнее время всё больше вопросов связано с выделением земли молодым и многодетным семьям. Буквально недавно обращались люди, где начинается строительство, не была оборудована подъездная дорога, то есть, чтобы подъехать к этому участку, произвести какие-то работы, ну, очень было сложно. В последних посылах президента, потому как земля в дальневосточном регионе будет по-новому распределяться и даваться и новым жителям, которые к нам приедут и так далее, потому что вопросы и конкретно приезжающие сюда люди тоже задают, а будут ли они иметь право. Что касается нашем большом камне, надо сказать, объективно, напряжённых вопросов таких нет. На выделение многодетным, молодым, под строительство вопросов нет. Другой вопрос. Многие желают заниматься аграрным вопросом. Есть обращения, связанные с созданием Владивостокской агломерации. Земельными вопросами, входящих в неё муниципальных образований, занимается теперь краевая власть. Относительно Шкотовского района нам многое непонятно, потому что наша территория вошла в агломерацию. Очень много идёт населения на приём с вопросами именно по земле. Как дальше работать, куда обращаться. Сегодня депутатам Крыльевого парламента помогают около 150 человек. Адреса телефона общественных приёмных размещены на официальном сайте законодательного собрания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова